привет друзья с вами снова дмитрий и сегодня я хочу рассказать вам о том как я убираю небольшие сколы с лобового стекла моего автомобиля вот такие вот сколы у меня небольшие на автомобиле но тем не менее сейчас скоро зима и как бы они не пошли дальше потому что будет туда попадать влага в эти сколы ну соответственно замерзнет и постепенно постепенно я думаю к весне все эти сколы могут превратиться в большие трещины очень не хотелось бы менять стекло целиком и сначала эти все сколы были маленькими вот такими вот но потом с течением времени эти сколы превращаются в трещинки трещинки соответственно идут дальше поэтому нужно мне от этого как-то избавиться избавляться будем самыми стандартными способами то есть купил на всем известной китайской барахолки наборы ремонтные для стекол ну и сейчас будем делать все по инструкции делаю все первый раз никогда этим не занимался все будем делать по инструкции инструкция вот такая вот на русском языке даже пришла поэтому кому интересно эта инструкция ставьте на паузу все будем делать четко по инструкции и так поехали единственное у меня нету влажной салфетки поэтому будем использовать самый обычный обезжириватель берем инструкцию пункт 1 очистить скол от микротрещин стекла грязи иголкой протрите зону вокруг повреждения спиртовой салфеткой ну как я говорил спиртовой салфетки нету будем использовать обезжириватель стандартный положите ткань под их место повреждения для предотвращения стекания ремонтного состава ладно чистим заодно все вот эти протрем скольчики если останется у меня состав этот ремонтный то мы их сюда нанесем его точнее еще раз протираем первый пункт выполнили второй снимите защитную пленку с одной стороны самоклеющегося диска совместите отверстие в диске с центром повреждения диск должен располагаться язычком вверх прижмите диск клейкой стороной к стеклу и разгладьте пальцами для вытеснения воздуха ну короче нужно приклеить диски клейкой стороной какая может двусторонний ни хрена тут непонятно третий пункт снять защитную пленочку вот отсюда и приложить этот стакан плотно придавить к диску разглаживаю пальцами для вытеснения воздуха берем эти стаканчики совмещаем и придавливаем далее снимите с тюбика защитный колпачок избегая попадания ремонтного состава на лицо и лакокрасочную поверхность аккуратно отрежьте кончик тюбика на расстоянии примерно 3 миллиметра от конца вставьте тюбик наконечником в подставку на глубину примерно 6 миллиметров и осторожно нажимая выдавите почти все содержимое продолжая слегка выдавливать винти тюбик из подставки вытрите остатки состава с наказка наконечника тюбика оденьте колпачок и отложите тюбик для дальнейших работ изложенных в пункте 10 и так здесь что-то выдавливается тоже много не будем вот так вот выдавим ставьте шприц подставку наконечником вниз убедитесь плотности соединения я думаю это плотно крепко придерживая шприц рукой вытащите поршень другой рукой до нижней риски и повернув поршень зафиксируйте его в этом положении под пружинкой на 10 минут где-то вакуум все второй тюбик точно так же вставляем шприц мелкие вот эти скольчики я просто вот капнул по капельке оставшейся жидкости этой и просто приложил пакетики чтобы капельки не стекали хуже не будет клей все-таки там эти скольчики хоть как-то поправит ждем итак 10 минут прошло дальше по инструкции надо не меняя положение шприца поршня вынуть поршень точнее вынуть чтобы воздух туда попал и теперь уже надавить чуть-чуть создать давление все небольшое давление и оставить на 20 минут так здесь снимаем шприц опять вставляем его и и уже даем давление посмотрим так давление чувствуется эти мои периодически их надо на мой взгляд вот так вот двигать так 20 минут прошло выньте шприц из подставки и утилизируйте аккуратно снимите подставку и самоклеющийся диск со стекла поднимая края лезвием удалите лезвием остатки ремонтного состава со стекла выдавите так сначала все очистим это утилизируем это утилизируем Продолжение следует... Ну что, написано еще раз капнуть и выехать на солнышко. А также приложить вот такую вот штучку. Все, поехали на солнышко. Ну и вот последний этап. Где-то 15 минут на солнышке это все должно постоять. Ну сейчас уже странное такое солнышко. Ну написано, что в тени можно и час продержаться. То есть она затвердевает уже смола, когда... На солнце, короче, от ультрафиолета. Если есть лампа ультрафиолетовая, то можно и лампой. Вот. Ждем. Еще чуть-чуть подождем часочек. И уже посмотрим, что из этого получится. Ну вот, прошел час. Давайте посмотрим. Все сыро. Ни хрена не высохло. Это... Это тоже. Ну правда, ни хрена видно, не... Так, видно какие-то волосики. Вот она, трещинка. Видите какая? Не знаю, запаялась. Ну и эти тоже. Ну пусть так теперь постоит. Посохнет. Вот это высохло. Это высохло. Это клей. Видимо, получше. Ну а пусть еще постоит. Посмотрим. Потом счистим лезвием. Лезвием. АПЛОДИСЫ th festival. АПЛОДИСЫ... Непросто. Это кинетки. Вот эти. Вente. Теперь я поговорю о поверье. Я говорю о Guardом. АПЛОДИСЫ excessive Musician breathing. Ну вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что-то заклеилось, короче. Я думаю, хуже не будет. Ну вот, друзья, все по инструкции, все сделал. Так что все можно сделать своими руками, не бойтесь. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Расскажу еще что-нибудь интересное. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова